Всем привет! В этом видео я хочу рассмотреть производительность трех основных файловых систем применяемых для десктопов на Linux. Это XT4, XFS, BTRFS, без сжатия и шифрований. Статей посвященных преимуществам и недостаткам этих систем полно, но реальных тестов не так много, вот я и решил проверить чисто производительность посредством разных программ. Эксперимент проходит на Kingston и 400 на 480 гигабайт, производителем гарантирован на скорость записи до 450 мегабайт, чтение до 500 мегабайт. Я его разбил на три раздела по 160 мегабайт каждый. Тесты проводил в KDiskMark, KDPRM и NoumDisk. Ну начнем с самого популярной программы KDiskMark. Профиль я выбрал реальная производительность. Здесь я проведу два теста, с записью чтением на один поток, 16 мегабайт и 1 гигабайт. Сравнивать будем последовательная запись чтения и случайная. Я не буду показывать весь процесс, выведу скриншоты и сравнение. Сравнение последовательной записи 16 мегабайт. Как вы видите самая высокая скорость чтения у XFS, скорость записи XT4. А вот в случайной записи паритет между XFS и XT4, BTRFS же в данном случае отстает. Перейдем к файлу 1 гигабайт. Здесь скорость последовательной записи чтения у XT4 и XFS практически одинакова, BTRFS же отстает, не нужно забывать что тест однопоточный. А вот случайное чтение одинаково низко на всех трех системах, по записи XFS немного опережает XT4, но все же лидирует. В целом в данном тесте XFS и XT4 показывают одинаковые результаты, отрыв XFS в пределах погрешности, а вот BTRFS показал себя хуже, но не будем однозначны, перейдем к следующему тесту в ХДПРМ. Здесь отображается скорость чтения буферного кэша на диск без предварительного кэширования данных. Это измерение является показателем того, насколько быстро диск может поддерживать последовательное чтение данных под Linux без каких-либо затрат на файловую систему. Я повторил по три раза подряд для каждой файловой системы, дабы оценить среднее значение для чтения кэша диска и буфера. Быстрее всего чтение кэша у XT4 на втором месте BTRFS, судя по достаточно большим числам то разница в скорости чтения кэша будет неощутима для десктопа. А вот по чтению буфера BTRFS явно лидирует, именно это и дает BTRFS преимущество в использовании данной файловой системы под корень Linux. А вот XFS значительно отстает в данном тесте, из чего следует сделать вывод что XFS не стоит использовать под корень системы. Теперь перейдем к тесту новым диск. Первый тест чтения запись 1000 файлов размером 1 мегабайт, графики здесь не очень отличаются. В данном тесте по скорости чтения лидирует XFS, по скорости записи XT4. Время доступа у XT4 немного выше чем у XFS и BTRFS. Следующий тест 1000 файлов размером 10 мегабайт, здесь уже поинтереснее, так как XFS и XT4 дают практически одинаковые результаты, а вот BTRFS смог обеспечить максимальную скорость только для половины файлов, дальше скорость чтения стала неравномерной, а запись вообще упала до минимума. Следующий тест 500 файлов размером 100 мегабайт, здесь XT4 справилась уже хуже, максимальную скорость ее XT4 смогла обеспечить только для порядка 15% файлов, XFS и BTRFS обеспечили максимальную скорость ее чуть более 20%, что и дает им небольшой прирост в целом, также обратите на время доступа, у BTRFS оно явно ниже. Следующий тест 100 файлов размером 250 мегабайт, здесь результаты более-менее одинаковы, единственное XFS немного раньше сдал позиции, но при этом обеспечил минимальное время доступа. Следующий тест 25 файлов размером 500 мегабайт, здесь BTRFS обеспечивает максимальную скорость порядка 60% файлов, XFS и XT4 показали неоднозначные результаты, XT4 явно лучше справилась с чтением, а XFS выдала неплохую скорость записи, но у XT4 намного выше время доступа. Ну и последнее, 12 файлов размером 1 гигабайт, здесь BTRFS лидирует беспрекословно, так как это фактически то для чего создавали эту файловую систему, для работы с большими файлами, но и XFS в плане записи не сильно отстает по сравнению с XT4. Также обратите внимание на время доступа XFS. Подведем небольшой итог, в чтении кэша лидирует XT4, правда с небольшим отрывом, а вот в чтении буфера явно лучше BTRFS. В тесте с однопоточной последовательной и случайной записью чтением результаты неоднозначные, и точно определить что лучше XFS или XT4 тяжело. А вот в тесте предоставляемом новым диск BTRFS лидирует в двух из трех обобщенных случаях, единственное что программа не дает возможности протестировать работу с файлами менее мегабайта, также мы видим что XT4 занимает второе место по чтению файлов, а вот по записи на втором месте XFS. Теперь проведем тестирование в реальных условиях, я поочередно, не подряд с перерывом 10 минут, провел запись видеофайлов, количеством 6 штук, общим размером 23,8 гигабайта. Время засекал секундомером смартфона. Как мы видим XT4 дольше всех записывала файлы, более чем 4 минуты, когда XFS и BTRFS практически на равных около 3 минут, разница между ними в миллисекундах. В общем можно сделать следующий вывод, если вы часто работаете с крупными файлами на ПК то тогда есть смысл вынести папку Home на отдельный раздел с XFS или BTRFS, то что касается корневого раздела то там либо консервативно XT4 либо BTRFS, BTRFS может дать преимущество в скорости благодаря быстрому чтению буфера. Но это не точно, но в чем точно преимущество так это в сжатии, так как лишает необходимости выделять больше места под корень, например при одних и тех же условиях под XT4 система может занять 12-14 гигабайт, а под BTRFS 7-8 гигабайт. В принципе на этом все, надеюсь эти тесты помогут в выборе файловой системы, пишите в комментариях какую файловую систему используете вы, и почему, спасибо за просмотр, до скорого.